Итак, наших участниц стало в два раза меньше. После четвертьфинального отбора 15 девушек покинули проект. Кто-то согласен, что не справился сам. Ну, я очень старалась, выложилась как могла, но, к сожалению, не вижу никаких подводных камней. Но, видимо, делала... Ну, мне сложно, потому что я не видела ни себя, как я танцевала, не могла видеть, как они танцуют. Ну, вероятно, фигура, по крайней мере. Я считаю, что тут у большинства, конечно, лучше, чем меня. Я буду работать в этом направлении. А кто-то уверен, что во всем виноваты судьи? Ну, не знаю. У меня не судьи такое. Я считаю, что я неплохо, в принципе, даже хорошо выступаю. Ну, судя по видеосъемке. Ты уже видела? Ну, у меня своя была видеосъемка, да. Очень неплохо, я считаю. То есть ты допускаешь, что твой непроход туда – это судейская ошибка? Ну, не ошибка. Я просто думаю, что судьи выбирают на свой вкус. Да? То есть не то, чтобы они выбирают лучше, а не выбирают, кто им больше понравится. На свой вкус, кто им нравится. У них же есть какие-то критерии, параметры. Я думаю, они на это смотрят. Но это уже все довыслы и досужие разговоры. А реальность такова, что в следующий этап турнира прошли сильнейшие, а те, кто не смог убедить судей в своих талантах, отправились домой. Таковы правила проекта Fit Fashion Girls. Здесь побеждают лишь лучшие. Субтитры сделал DimaTorzok В предыдущей серии вы смогли увидеть четвертьфинальный отбор и тех из девушек, кто смог пройти в следующий этап третьего сезона проекта Fit Fashion Girls. Но эта победа имеет и обратную сторону. Ведь требования к участницам стали еще жестче. Поскольку я знаю задание на полуфинал, то могу справедливо отметить, что девочек прошедших нельзя назвать счастливицами. Вполне возможно, что сейчас происходит именно тот случай, когда живые должны завидовать мертвым. Потому что на полуфинал девочкам предстоит готовить Танго. С учетом того, что они танго танцевать не умеют. Ну, танго, ну и что? Что в танго сложного, скажут многие? Отвечаем. Первое. Сроки. На постановку танца девушкам дано всего 4 занятия. Второе. Танец девушки должны поставить себе сами, а тренеры лишь помогут довести его до совершенства. И третье. Танго девушкам придется танцевать за двоих. В одиночестве. Без партнеров. Что тоже усложняет стоящую перед ними задачу. Мысли сейчас только об одном. После того, как нам объявили, что нам за 4 занятия надо выучить танго, еще и соло. Мысли только об этом. Костюм, музыка, вообще что делать. И вообще потому, что уже в эту субботу надо показывать готовый танец. А на следующую субботу уже выступать. Думать только об этом. Да, мы забыли сказать главное. Параллельно с подготовкой к полуфиналу девушки сразу начали работать над финальным выступлением. Пилоном. А это двойная работа. Но об этом после рекламного блока наших партнеров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Кто-то из наших участниц плакал после табаты Кто-то плакал после сайкла У кого-то болел пресс Кто-то болел просто от того, что нужно делать над собой усилия Все это цветочки Скоро в жизни у них появится предмет, который будет им делать больно по-настоящему с синяками И вместе с этим предметом появляется его магистр пилона Наталья Гусева Которая доказывает на своем примере, что даже и маленькая и хрупкая девушка Способна покорить железный хромированный шест Да, точно Все, что было до этого, это все ерунда Пилон – это синяки Это очень больно Это большой труд, большое терпение Так что девушкам можно только их пожалеть немножечко Итак, для полуфинального отбора девушкам предстоит подготовить танго А тех, кто сможет выйти в финал, ждет выступление на пилоне При этом к пилону надо начинать готовиться сразу Параллельно с подготовкой полуфинального выступления Что касается танго, то и постановка танца, и выбор музыки, и костюма Все ложится на плечи девушек Правда, у них есть помощники Это два тренера клуба Fit Fashion, Игорь Серов и Елена Ливандина Здесь очень важно понимать, что девушкам предстоит одновременно заниматься очень противоречивыми вещами Танго – это прежде всего страсть, это пластика и женственность Но тут же, выйдя из зала танцев, им предстоит преобразиться и стать совершенно другими Ведь в пилоне на первое место выходит сила Девушки, которые в физической форме, лучше они, в более выгодных условиях Это больше силы или выносливость? Нет, больше силы, причем сила верхнего плечевого пояса То есть, особенно руки, да, они в более выигрышной ситуации будут, чем девушки, которые в более слабой физической форме Как в такой ситуации поступить девушкам? Возможно, надо сконцентрироваться на танце, а пилоном заняться лишь в том случае, если повезет в полуфинале Но тогда времени на пилон может просто не хватить Да и как обстоят дела с танго? Может так случиться, что кому-то даже бессмысленно думать о пилоне И нужно срочно что-то делать с полуфинальным танцем У нас всего 4 урока, за которые мы должны поставить разные композиции на полторы минуты 7 девочек или 8? 7 девочек, 7 разных композиций на полторы минуты за 4 урока Это сложно В группе Игоря Серова все более-менее спокойно Все лидеры проекта Оксана Белоусова, Алена Ледовская, Тома Патлай и Катя Мовчан Уверены в себе и радуют тренера Я в основном как консультант больше выступал, чем тренера Потому что девчонки сами все придумывали Костюмы, танцы Кому-то просто нужен какой-то совет Кому-то просто немножко уверенности в себе и все Похоже, танго может ярко зажечь еще одну звездочку третьего сезона Ольгу Зонову Готовятся поразить судей и Кристина Юдинцева с Катей Пак В принципе, у меня такое классическое танго Но немножко я сделала сюжетность Не у всех она есть все-таки Вот, и я думаю, вот этим и отличается А вот во второй команде пока все очень плачевно По словам тренера, из всех конкурсанток На выход в финал могут претендовать максимум две девушки К сожалению, я уже ничего не исправлю Но некоторые девочки порадовали Саша, Олеся и, я забыла, как ее зовут, Маша Ну, я бы сказала, что вот я, Олеся и еще, наверное, одна девочка Я вот не знаю, как ее зовут, забыла, Маша Вот, мне тоже нравится, как она танцует Она не танцующая девочка И она молодец на самом деле, вот правда Правда, и в сильной группе есть участница Для которой танго может стать непреодолимой преградой Это Алена Копытова И самое обидное в этой ситуации то Что, по уверению тренера, на пилоне Алена творит чудеса Друзья, мы наблюдаем интересную ситуацию Я бы назвал это так Девочки готовят рыбу, которую еще не поймали Посмотрите назад Они тренируют танец на пилоне для финала Когда еще не прошли полуфинальный отбор И не танцевали танго Для разъяснений мы обратимся к Алене Алена, про тебя есть следующая информация Тренер по пилону говорит, что ты на пилоне просто царь и бог Ну ты бомба, ты супер А вот тренер по танцам, по танго Говорит, что там у тебя все не супер И сейчас ты делаешь упор на пилон А вдруг ты не пройдешь Какие у тебя мысли по этому поводу? Показать и выложить на все сто Ситуация и вправду непростая И Алене остается надеяться только на чудо И скорее всего на свою отличную спортивную подготовку Я танцую только импровизацию Я считаю, что это самый чистый продукт И этим можно отдаться полностью И наверное найти что-то для себя И отдать, чтобы увидели другие Если я буду готовить механические движения Это будут мертвые движения Это будут вот такие Я не умею Правда, у меня тогда Просто я чувствую в этом подмену И не чувствую себя на все снов Но тут ничего не поделаешь Таковы правила, установленные на проекте И раз ты их принял Будь готов дойти до конца Кстати, у многих из лидеров с пилоном Дела обстоят тоже не очень хорошо Некоторые из девушек Как две Алены Ледовская и Копытова Имеют опыт такого рода выступлений А остальным Этот неуступчивый снаряд Дается очень нелегко Для той же Томы Патлай Которую уже не раз отмечали И тренер, и судей Он может стать непреодолимой преградой Очень сложно Мне прямо вообще очень сложно Я расстроилась Почему сложно? Потому что я никогда с пилоном рядом Даже не стояла Для меня это вообще просто палочка Которую надо осваивать Это... Ну я, честно говоря, я говорю Я второе занятие прихожу на пилон И мне просто страшно Потому что Одно занятие позанималось Синяки, руки болят У меня руки очень слабые Рост высокий Хотя профессионалы говорят Что от этого, конечно, не зависит То есть это личные старания Но, к сожалению, очень мало времени Просто катастрофически мало времени Чтобы что-то научиться Не все получается и у Кати Мовчан А ведь эти девочки входят в число лидеров Что тут говорить Об участницах из более слабой группы Видимо, пилону будет по силам Полностью перекроить расстановку сил На нашем проекте Но опять-таки До пилона нашим девушкам Еще только предстоит добраться А сейчас участниц третьего сезона Fit Fashion Girls ждет полуфинальный отбор И сейчас мы можем понять Как обстоят дела с неуступчивым танго За день до выступления Сегодня прям начинаем расстраиваться Потому что уже танцевать завтра А еще как бы без вкусняшки Нет такой прям вот Что бы прям хотелось Пока так Не знаю, может быть сегодня ночью Что-то исправиться Буду работать всю ночь Чтобы завтра показать себя достойно Что я боюсь Я боюсь больше всего В моем танце Я хочу показать эмоциями все-таки Не больше танцем, чем эмоциями И я боюсь, я могу растеряться Забыться И на лице будет непонятно что-то А мне вот надо Чтобы то, что я задумала То и было на лице Да, накануне полуфинала Ситуация практически не изменилась Как и в самом начале подготовки В своей группе Елена Ливандина Уверена лишь в двух участницах Олесе Тырцин И Александре Мисаянской У Игоря ситуация более выигрышная Его подопечные готовы поразить Звителей и судей настоящим шоу Даже беглый взгляд на танцевальные Па от Томы Потлай Алены Ледовской И Оксаны Белоусовой Говорят о том Что они собираются выйти Далеко за рамки традиционного танго Ну я опять же Я что в четвертью финала Выделилась, да Все были раздеты и одеты В этот раз у меня Другая музыка не соответствующая Опять я выделилась Но разве это не зацепит Что люди, которые будут слушать Одну и ту же мелодию Да, по сути Услышат что-то другое И в то же время Я сумела по другую музыку Придумать подобие танго Причем танго Причем у нас элементы танго Нам не сказано было Полностью танго станцевать Элементы И у меня трек, кстати Он переводится Вы никогда не узнаете о моей жизни Даже если я вам о ней расскажу То есть они как раз Не поверят, что Вот я вроде такая Вот, да, танго вышла И концовка-то в том Что я не хочу Я снимаю с себя эту маску Я в итоге я Посмотрите на меня Что у меня на самом деле творится Но здесь возникает Другая проблема Отвечают ли их творческие фантазии Той задаче, которую поставили Перед ними организаторы проекта И как это все будет воспринято Судейской бригадой И главный вопрос Сможет ли кто-то потеснить Наших лидеров Кристина Юдинцева Олеся Тырцин Ольга Зонова Или Катя Пак Сможет ли танго подарить нам новых звезд Главное отработать на 100% И поэтому сейчас думаю о том Как я станцую И не настраиваю себя на то Что я буду в финале Не буду Настраиваю на то, чтобы станцевать хорошо И дальше уже все получится Если станцию хорошо Ну если все получится Вот как на репетиции Как я старалась Как задумано То я думаю, я спокойна Да Полуфинал обещает нам Жаркую борьбу Здесь судьям уже придется Резать по живому И учитываться будут все Даже самые незначительные детали Я жду только сексуальности Потому что танго в принципе Танец сексуальный А учитывая, что у нас все-таки Стрип пластика Я жду только сексуальности Оценить танго как танец Я с тем же успехом могу оценить Не знаю Качество строения дома Никак не могу оценить Если сексуально, да Если нет Ну значит для меня нет А судьи уже наверное Могут оценить что-то еще Так кто же станет королевой танго? Кто из наших участниц Сможет покорить судей и зрителей? Не пропустите полуфинал Третьего сезона Fit Fashion Girls Сегодня наших девушек Всего 15 А танго украдет у нас Еще половину Не пропустите Эту беспощадную битву Подписывайтесь на наш канал На ютубе И вступайте в группу Fit Fashion Girls Вконтакте Узнавайте все новости Первыми